Какая подготовка? Что там прям такая расстроена? Ну она сосредотачивается, побаивается, потому что она объявляет прыжок 6,2. Это стало быть... Сейчас посмотрим, что она покажет нам. По переднему, наверное, вращению. А может быть, еще и не дали команду начать. Мы видим ее лицо, ее напряжение. Да, ей не дают команду приступить к исполнению. Вот, открыли вроде до начала. И, пожалуйста, сейчас все в руках и ногах. Получался розыгрыш второго комплекта медалей. Один на педагогеносмическом мегаборье и Моррена-Медина-Мексика. Их сегодня 5 таких комплектов. Все. Поехали. С прямого разбега сальто вперед с поворотом на 360. С большой, грубой ошибкой. И, мало того, еще заступил наверняка ногой за коридор. Коридор, он очерчен. Сейчас нам на другой картинке мы с вами это обязательно увидим. И ей вот этот приход четкости, естественно, не получилось. Вот сейчас еще на повторе. Вперед сальто. И 300. Ой, даже там что-то больше. Ну вот, она ушла далеко-далеко в сторону. Это суммирующая такая большая сбавка. Так что вот можно взяться за сложный прыжок и навалять дров. Вот то, что сделала эта девочка из Мексики. 6,2 трудность. 6,2 трудность. Хороший прыжок. Я и говорю, 6,2 трудность. Но технически ошибок больше, чем исполнение. То есть, чем трудность прыжка. Напоминаю, это она выполнила первый прыжок. Сейчас ей надо собрать себя на исполнение второго прыжка. Она тоже не за ерунду берется. За шестибальной. Ну, такие и авантюристы тоже бывают. А вдруг получится? А вы знаете, Гавриловна, я как раз вспомнил Олимпийские игры, которые мы с вами работали, где северокорьянка аккуратно легла на своих прыжках. Потому что у меня была вот эта же трудность заявлена. Но там она ее не вытянула. Да. А вот еще. Разложилась плашная. Вот что такое прыжок. И что такое девчачий прыжок. Девчонки вообще не предсказывают. И на следующем мире она выигрывается. Ну, мир это не Олимпийский. Я все время делаю некоторые... Логично. Но все равно это очень трудно. Согласна, Дима. Абсолютно. Ну, вот за первый прыжок ей ставят 14666. Ну, учитывая даже по суммам квалификации, скорее всего, это будет без претензий. На высокие места. Ну, как, в финал. Ну, да, еще надо ее сделать. Ну, конечно, она уже выполняет эти прыжки с ошибками. Будет сейчас тренировать, тренировать. И, глядишь, придет к какому-то среднему явлению. Ну, и опять приземление большая. Она набирает... Просто это все казалось бы, да? Но в приземлении она набирает такую большую ошибку, что опять не будет высоты полетка. Как я говорил, у меня полное ощущение, что она или мост поставила близко, или не доталкивается. Дима, это уже не наша с тобой забота, потому что они с тренером уже это измеряют. Вы понимаете, гимнастка практически летит вслепую, я вам должна сказать. Она знает, откуда разбегаться. Вот если она... Отмеряем, ну, как мы, кто ступнями, кто шагами. И летит она уже, не знаю, сейчас вот на рабочую часть надо мостика. А она немножко даже перелетает ее. Чуть-чуть. Она не на самую рабочую часть. А если бы вот сумела на... В этом большое искусство. Ну, вообще попасть в опоры. Ну, на прыжок должны попасть. Там много чего сложно. Почти как прыжка в длину. Знаешь, заступ, недолет, перелет. А здесь надо вот на самый горб вот этот бы выйти, этого моста. И потом еще дотолкнуться, до плеча не заработать. А дальше уже все по технике, когда руки выбросить, как оттолкнуться. Но я не хочу даже этим нагружать. Зрители, в общем, прыжок сделан, безусловно, защита. Но ошибок прям, как говорится, наяву очень много. Эти две оценки сложатся сейчас в финале и разделятся пополам. И вот окончательная оценка мы с вами вверху. 14,566. Вот ее результат для финала.